всем большой привет и добро пожаловать на мой канал в этом видео я покажу как вязать такие пинетки кеды таких пинетки еще нигде не видела я схему все создала сама увидела картинку взрослых кед и подумала почему бы не сделать не связать такие для деток связаны они на возраст 36 месяцев и давайте приступим для вязания нам понадобится пряжа трех цветов у меня это розовый черный белый пряжа у меня yarnart бегония в 50 граммах 169 метров это стопроцентный мерсеризованный хлопок если у вас есть пряжа более-менее подходящие по метражу и по граммам то вяжите ей не обязательно yarnart крючок у меня один с половиной миллиметров и так для начала нам понадобится пряжа белого цвета для подошвы и основания пинетки одну подошву я уже связала она у меня где-то 10 сантиметров вот такая получается давайте начнем вязать еще одну подошву вместе с вами итак делаем начальную петельку таким способом и дальше вяжем набираем 23 воздушные петли так воздушные петли я набрала теперь три воздушные петли пропускаем и в четвертую начинаем вязание столбиками с накидом так и так вяжем до конца столбики с накидом в каждую петельку столбики с накидом и я провязала 19 столбиков с накидом у меня осталось еще не провязанная одна петелька и в эту петельку мы провязываем 7 столбиков с накидом в одну петельку так 7 столбиков с накидом в одну петельку я провязала дальше вяжем столбики с накидом каждую петельку не пропускать вот эту вот петельку на плохо здесь видно сразу который идет 1 и так вяжем столбики с накидом до конца ряда 2 2 столбик с накид встретимся с вами как это вяжем до конца он так довязала я до конца ряда почти у нас еще осталось здесь одна петелька и в эту последнюю петельку мы провязываем 4 столбика с накидом в одну петельку 4 столбика с накидом 3 4 так дальше мы будем делать две соединительные петли сейчас вам покажу какую петельку так вот вот эту петельку делаем соединительную петлю и в следующую петельку делаем соединительную петлю вот так первый ряд у нас готов и так дальше мы будем за второй ряд вяжем 2 воздушные петли и дальше вяжем 8 столбиков без накида 2 2 3 так дальше вяжем 1 полустолбик с накидом делаем накид и провязываем 3 петли вместе дальше вяжем 8 столбиков с накидом 8 столбиков с накидом я провязала дальше будет делать прибавление здесь у нас должно получиться 7 прибавлений в одну петельку вяжем по 2 столбика с накидом анти и второй столбик с накидом эту же петельку одно прибавление мы сделали вяжем дальше во вторую петельку 2 столбика с накидом 1 и 2 третью петельку 2 столбика с накидом таким образом делайте 7 прибавлений в одну петельку по 2 столбика с накидом дальше вяжем 8 столбиков с накидом так давайте пересчитаем все правильно и так дальше провязываем в каждую петельку 8 столбиков с накидом 8 столбик с накидом я провязала дальше делаем 1 полустолбик с накидом накид и все три петельки провязываем вместе дальше вяжите 9 столбиков без накида 9 столбиков без накида я провязала дальше мы будем делать также прибавление только здесь у нас уже получится 5 прибавлений в одну петельку по 2 столбика без накида и 2 следующую петельку 2 столбика без накида третью петельку 2 столбика без накида 4 четвертую и последнюю 2 столбика без накида делаем соединительную петлю второй ряд у нас готов дальше делаем 3 воздушные петли и вяжем 18 столбиков с накидом до прибавления давайте 18 столбиков провяжем самостоятельно и так 18 столбиков с накидом я провязала дальше будем делать прибавление в одну петельку вяжем 2 столбика с накидом следующую петельку 1 столбик с накидом снова два столбика с накидом в одну петельку следующую петельку 1 столбик с накидом Дальше 2 столбика с накидом, в следующую петельку, в следующую петельку 1 столбик с накидом. Таким образом мы снова сделаем 7 прибавлений. 1 столбик с накидом, дальше 2 столбика с накидом, в одну петельку. 7 прибавлений мы сделали, дальше вяжем 19 столбиков с накидом, вяжем до следующего прибавления, встретимся с вами, когда провяжем 19 столбиков с накидом. Итак, мы провязали, дальше делаем прибавление. В одну петельку 2 столбика с накидом, в следующую петельку мы вяжем 1 столбик с накидом. Снова в одну петельку 2 столбика с накидом, дальше в петельку 1 столбик с накидом. Прибавление делаем так же, как мы делали с другой стороны, только там делали мы 7 прибавлений, здесь мы делаем 5 прибавлений. В одну петельку 2 столбика с накидом, в следующую петельку 1 столбик с накидом. снова 2 столбика с накидом в одну петельку 1 столбик с накидом другую петельку и так до конца итак а теперь делаем соединительную петлю все ряд готов дальше набираем 3 воздушные петли и вяжем 19 столбиков с накидом до следующего прибавления встретимся с вами вот здесь 19 столбиков с накидом я провязала дальше делаем прибавление в одну петельку вяжем 2 столбика с накидом 1 и 2 в эту же петельку следующую петельку вяжем 1 столбик с накидом и еще следующую петельку вяжем 1 столбик с накидом дальше 2 столбика с накидом в одну петельку следующую петельку 1 столбик с накидом и в следующую петельку еще один столбик с накидом здесь получается как я это называю два через два то есть в одну петельку 2 столбика с накидом потом следующие 2 по одному столбику с накидом и так мы сделаем 7 прибавлений давайте провяжем сами самостоятельно прибавление так прибавление мы сделали дальше вяжем 20 столбиков с накидом до следующего прибавления давайте провяжем самостоятельно 20 столбиков с накидом мы провязали дальше будем делать прибавление одну петельку вяжем 2 столбика с накидом следующую петельку вяжем 1 столбик с накидом и еще в следующую петельку вяжем 1 столбик с накидом прибавление делаем так же как и там делали да и в следующую петельку 1 столбик с накидом и еще следующую 1 столбик с накидом дальше следующую петельку 2 столбика с накидом следующий 1 столбик с накидом и следующий 1 столбик с накидом следующую снова делаем прибавление 2 столбика с накидом в одну петельку и здесь оно должно получиться 5 прибавлений здесь ничего сложного нету главное понять принцип вязания и потом можно вообще без схемы это все делать и так довязываем и делаем соединительную петлю подошва у нас готова вот такая посмотрите красивая не скручивается ровная подошва получилось и так дальше мы будем вязать первый ряд нашего основания а точнее мы будем делать подъем делаем 2 воздушные петли и будем вязать столбики без накида за заднюю петельку не за полностью всю петельку а только за одну заднюю стенку вот за эту и так у нас будет получаться красивый подъем и так вяжем до конца ряда за заднюю петельку столбики без накида первый ряд подъема я провязала сделала соединительную петлю дальше вяжем второй ряд выбираем 2 воздушные петли и вяжем столбики без накида здесь уже вяжем за полностью всю петельку в этом ряду мы будем делать убавление на пятки поэтому давайте до вяжем до середины пятки и вы здесь вот встретимся на убавлении довязала я до середины пятки и сейчас будем делать так вот отмечаем серединочку почти и вот здесь вот будем делать убавление убавление делаю за переднюю стеночку петельки приподнимаем одну и вторую петельку протягиваем нитку и вяжем как столбик без накида все убавление мы сделали и дальше вяжем до конца ряда столбики без накида и давайте сейчас мы провяжем самостоятельно еще три ряда в четвертом ряду мы будем делать убавление на пятки также какие во втором сейчас сделали убавление и всего у нас должно получиться 5 рядов но здесь ничего сложного нет я думаю все это смогут сделать все так же провязываем соединительную петельку набираем две воздушные петли этот третий ряд вяжем без убавлений просто вяжем до конца ряда столбиками без накида четвертом ряду мы делаем убавление и пятый ряд мы провязываем полностью столбиками без накида и так вот пять рядов я уже провязала ниточку отрезала нам белый цвет пока не пригодится уже четвертом ряду я сделала убавление и вот так как то получилось и так сейчас для вывязывания мыса нам нужно найти середину так ищем серединку нашли и отсчитываем 6 петелек опять же мы приподнимаем только заднюю стеночку петельки не за полностью всю петельку мы будем провязывать только за заднюю стенку и так протягиваем нить у меня это нить розового цвета у вас нить может быть любого другого цвета смотря для кого вы это вяжите делаем 3 воздушные петли и снова за заднюю стеночку мы вяжем еще 11 столбиков без накида вот эту вот ниточку которая у нас осталась мы прячем по ходу вязания опять же повторюсь столбики без накида вяжем за заднюю стеночку петельки 2 воздушные петли в начале у нас считается за один столбик без накида таким образом у нас здесь получится 12 столбиков без накида так 11 столбиков без накида мы провязали и плюс 2 воздушные петли 12 столбиков без накида так все правильно теперь разворачиваем вязание и начинаем вязать вот эти петельки следующий вяжем столбики без накида до конца ряда 10 и 11 столбик без накида вяжем эти вот воздушные петли которые мы набирали начали дальше мы делаем две соединительные петли за заднюю стеночку и вторую соединительную петлю за заднюю стеночку разворачиваем вязание и будем вязать третий ряд первый столбик без накида мы будем вязать стой петельки вы делали первую первый соединительный столбик вот она петелька это вяжем столбики без накида не совсем не только в coursбик без накида но и в algumas ситуация уあっшега не например специалисты что будет ее тем самым ш Sería чтобы устроить jaz довязали до конца ряда здесь мы будем снова делать две соединительные петли за задние стеночки и 2 соединительная петля разворачиваем вязание начинаем вязать 4 ряд так вяжем вот это вот петелечку столбик без накида и дальше вяжем столбики без накида до конца ряда и так довязали до конца ряда снова делаем 2 соединительные петли петли за задние стеночки одну и вторую разворачиваем вязание вяжем пятый ряд и так мы делаем прибавление пока у нас не получится 15 столбиков без накида вот это вязала мне получилось 6 рядов в конце 10 сделала 2 соединительные петли и сейчас будем вязать вниз вот этой петельки как начинали а с вот этой со следующей 2 будем вязать столбики без накида и таким образом у нас уже не будут делаться прибавления будем вязать по 15 столбиков без накида плюс 2 соединительные петли в конце и так довязали ряд до конца дальше делаем 2 соединительные петли за задние стеночки петельки 1 и 2 соединительные петли разворачиваем вязание начинаем вязать со второй петельки не за эту а за вот эту начинаем вязать столбики без накида так вяжем до конца ряда и так нам нужно довязать этот ряд и потом еще четыре ряда и всего у нас должно получиться вместе с прибавлением 12 рядов 6 рядов с прибавлением и 6 рядов без вот я довязала всего у нас получилось 12 рядов в конце вот здесь вот сейчас мы будем делать одну соединительную петлю к тому же довязали полностью поряд и разворачиваем наше вязание начинаем вязать следующий петельки вяжем 15 столбиков без накида до конца ряда и так довязали до конца разворачиваем вязание начинаем вязать первые петельки столбики без накида сейчас мы будем уже вывязывать язычок вяжем 15 столбиков без накида может быть я быстро объясняем быстро вижу вы если что спрашиваете кому непонятно и сейчас довязываем до конца и будем уже вязать самостоятельно всего у нас должно здесь получится 12 рядов 2 мужа вот провязали осталось привязать еще 10 рядов столбиками без накида по 15 петель 12 рядов столбиками без накида я провязала у нас получился язычок дальше мы будем вязать немножко по-другому начинаем вязать один столбик без накида 2 столбик без накида дальше мы будем вязать 11 полустолбиков с накидом делаем накид и провязываем все 3 петли вместе снова накид все 3 петли вместе и так у нас должно случиться 11 полустолбиков с накидом и так 11 полустолбиков с накидом и провязали дальше будем вязать 2 столбика без накида все следующий ряд вяжем точно так же сначала вяжем 2 столбика без накида дальше 11 полустолбиков с накидом и теперь вяжем 2 столбика без накида и 2 все язычок у нас готов вот такое получается так ниточку эту можно уже отрезать и прятать и так все ниточку я уже спрятала дальше мы будем вязать вот эти вот боковые стороны и так нам нужно отступить две петельки вот это одна петелька и вторая за одну стеночку и вот с этой петельки мы начинаем вязать со второй петельки и так вяжем столбики без накида делаем 2 воздушные петли вяжем за эту петельку столбик без накид и дальше вяжем столбики без накида будем вязать мы столбики без накида до пяточки на пяточки будем делать убавление одно и так я довязала находим приблизительно серединку делаем убавление за передние стеночки петли также как и делали 1 при поднимаем вторую стеночку протягиваем через них нитку и вяжем столбик и дальше вяжем до конца ряда столбики без накида так вот и провязала осталось еще провязать две петельки какие начинали вязание провязываем одну петельку потом подхватываем только вот все две петелечки вот так и вторую петельку за переднюю стеночку столбик с накидом так этот ряд готов дальше вяжем следующий ряд без прибавлений без убавлений столбиками без накида полностью у нас должно получиться 52 петли так второй ряд я провязала столбиками без накида у меня получилось 52 петли и сейчас начинается самое интересное и так провязываем 13 столбиков без накида 12 и 13 будем вязать сейчас по вашему поворотными рядами не знаю правильно ли это называется но я их называю так дальше мы вяжем не с первой петельки а со второй столбики без накида сейчас мы будем вязать 11 столбиков с накидом 4 5 6 7 8 9 10 и 11 одну петельку мы не довязываем разворачиваем снова начинаем вязание со второй петельки не с первой вяжем дальше ну а 4 3 5 5 6 7 8 9 столбиков без накида снова ты не довязываем разворачиваем вязание но начинаем со 2 у нас здесь должно получиться 7 столбиков без накида итак дальше снова разворачиваем вязание снова начинаем вязание с 2 петельки 45 итак дальше мы будем спускаться вниз так как у нас здесь 5 рядов то мы должны сделать 5 так 5 столбиков с накидом при спускании вниз чтобы у нас нигде не было ничего закручена так смотрите первый столбик потом второй столбик вот эту вот петелечку без накида потом 3 столбик без накида 4 вот эту вот петелечку столбик без накида и 5 столбик без накида уже в следующую петельку вот сюда вот это уже будет считаться 1 петелька 2 3 4 дальше мы будем вязать 18 столбиков без накида и а еще мы будем делать убавление на пятки вяжем 18 столбиков без накида 2 3 4 5 6 7 8 так ищем серединку здесь будем делать убавление 9 10 подцепляем передней стеночки петельки протягиваем через них нитку делаем столбик дальше это 11 12 да кстати у нас здесь получится не 18 столбиков 18 так как мы сделали убавление если бы мы убавление не делали так было 18 столбиков с накид без накида а так у нас получилось 17 столбиков без накида и так провязали разворачиваем вязание дальше вяжем начинаем вязать 2 петельки одну пропускаем с 2 начинаем вязать дальше вяжем 15 столбиков без накида я думаю здесь должно быть легко но тоже понять главный принцип может быть сразу будет сложновато вы главное слушайте повторять то что я вам говорю внимательно возможно если многим будет непонятно то я стараюсь нарисовать схему этого вязания поворотными рядами вы потом пишите спрашиваете я вам пришлю если напишу нарисую схему и так 15 столбиков без накида мы провязали разворачиваем вязание и вяжем дальше начинаем со 2 петелечки здесь тоже мы будем делать убавление на пятки и вместе с убавлением ну то есть ну там вместе с убавлением на должно получиться 12 столбиков без накида так делаем убавления ищем серединку за переднюю стеночку подхватываем одну вторую стеночку протягиваем нитку и дальше вяжем столбики без накида здесь уже понятно где заканчивается ряд и вы просто одну петельку не довязывайте вот у нас одна петелька осталось дальше поворачиваем вязание и начинаем со второй петельки вязать одну пропускаем вяжем 10 столбиков без накида последнюю петельку не довязываем все провязали разворачиваем вязание здесь снова мы будем делать убавление начинаем со второй петельки 2 3 столбик без накида дальше делаем убавление все провязали дальше мы будем снова спускаться вниз так как здесь тоже 5 рядов будем делать 5 столбиков без накида 1 2 3 вот этот недовязанную петельку 4 пока ушечку и 5 уже в следующую петлю 1 и считаем здесь должно случиться 4 петельки 1 2 3 4 так дальше вяжем 13 столбиков без накида и где-то могу путаться там столбики без накида сказать или наоборот с накидом провязать столбик без накида поэтому вы больше смотрите что я делаю если где-то я сказала не так как сделала вы делаете таки как я делаю 13 столбик без накида разворачиваем вязание и со следующие петельки начинаем вязать так со второй петельки вяжем столбики без накида сейчас мы провязываем 11 столбиков без накида так разворачиваем со следующей петельки начинаем вязать со второй здесь у нас должно получиться 9 столбиков без накида так провязали разворачиваем вязание начинаем со второй петелечки здесь у нас должно получиться 7 столбиков без накида и так дальше развернули вязание и дальше этот ряд полностью мы будем обвязывать столбиками без накида там где еще мы не провязывали столбики без накида где как бы нужно спуститься вниз провязываем также сколько рядов столько столбиков без накида мы провязываем вниз и так мы здесь у нас столбики без накида не провязываем мы провязываем давайте это сделаем самостоятельно довязала я до конца ряда и нитку уже можно отрезать и так мы уже почти на финишный прямой нам осталось еще обвязать еще раз все тока лошечки сделать дырочки для шнурков и и сейчас мы приступим к вязанию так делаем петелечку и протягиваем петельку вот в начале вот этого ряда сюда делаем воздушную петельку дальше столбик без накида еще один столбик без накида и еще один столбик без накида так провязали мы три столбика без накида дальше делаем 2 воздушные петли и снова будем вязать 3 столбика без накида 1 2 3 дальше снова 2 воздушные петли провязываем здесь у нас должно так получится одну один столбик без накида мы провязали второй столбик без накида у нас должен получиться в уголочек вот сюда и 3 у нас уже в петелечку вот это дальше снова 2 воздушные петли одну петельку пропускаем и дальше вяжем вяжем столбики без накида до конца ряда в конце ряда мы должны оставить 3 петельки не провязанными и так я довязала 3 петельки оставила сейчас мы делаем 2 воздушные петли одну петельку пропускаем следующий столбик без накида потом следующий столбик это получается в уголочек столбик без накида и 3 уже столбик без накида вот сюда вот так дальше снова 2 воздушные петли вот видите ручка здесь есть сюда 1 столбик без накида 2 да здесь когда вы делаете две воздушные петли вы тоже как бы петельку пропускаете чтобы было дырочка такая образовывалась сделали снова 2 воздушные петли и вяжем 3 столбика без накида так 3 и сейчас мы будем делать соединительную петельку вот сюда вот так все ряд довязан вот эти вот ниты вот эту петелечку сейчас мы затянем вовнутрь чтобы у нас узелков нигде не было здесь на лицевой стороне отрезаем ниточку и и протягиваем делаем узелочки и прячем прячем на изнаночной стороне и так практически готова и так вяжем дальше сейчас нам нужно связать сзади такой язычок маленький ищем серединку и отсчитываем 3 петельки справа и сейчас мы будем сюда вот протаскивать ниточки эти петелечки так 3 вправо 3 влево в целом у нас должно получиться 6 петелек протягиваем делаем 2 воздушные петли следующую петелечку вяжем столбик без накида 2 воздушные петли в начале у нас считается за один столбик без накида еще одна еще столбик без накида и 6 столбик без накида теперь так правильно теперь разворачиваем вязание в каждую петельку провязываем 6 столбиков без накида всего у нас должно получиться 10 рядов столбиками без накида 2 провязали еще нужно провязать 8 рядов так 10 рядов столбиками без накида я провязала ниточку оставила длиннее чтобы потом пришивать вот сюда вот так это мы пришьем чуть попозже так пришиваем и так сейчас приступим вывязывать мыс отступаем одну петельку от пока вушечек наших и в следующую петельку протягиваем нить так полупетельку набираем 2 воздушные петли и вяжем столбиками без накида за вот эту полупетелечку у нас остались вяжем так до конца то есть тоже там не довязывая одной петельки всего у нас должно получиться 26 столбиков без накида ну и плюс 2 воздушные петли получается 27 столбиков без накида все давайте проверку и так я довязала одну петельку оставила не провязаны и дальше вяжем 27 столбиков без накида еще один ряд в каждую петельку столбики без накида и так вяжем до конца ряда в третьем ряду мы будем делать убавление самым простым способом протягиваем через одну петельку через вторую и провязываем 3 петли вместе следующую петельку провязываем столбик без накида дальше снова убавление через одну петельку через другую протягиваем вместе дальше просто столбик без накида дальше снова убавления столбик без накида и вот так чередуем убавление столбик без накида убавление через одну через вторую петельку протягиваем 3 вместе провязываем и так до конца ряда и так довязала я до конца делаем петельку и отрезаем нить нить оставляем подлиннее чтобы потом пришить нашу детальку так сейчас нам нужно сделать черную полосочку наши детальки на мысике берем вяжу другого цвета и делаем начальную петелечку сделали эту петельку мы будем протягивать между вторым и третьим рядом третью дырочку такую сейчас вам лучше покажу вот смотрите 1 2 3 и вот этот в третью дырочку протягиваем нашу петлю протянули теперь мы будем в каждую дырочку делать вот такие соединительные петельки вяжем так до конца оставляя в конце ряда не провязанными 4 таких вот дырочки она возможно ли обзора будетibrаться просто она обезьянно у меня и observe что они так же в своей акталии от компания то есть там такая вот довольно вот все генeraс нет ничего не hi官 their wings begin а вот эту дверь кman whose карточку итак смотрите одну дырочку я стояла не привязаны теперь изнутри просовываем следующую дырочку и протягиваем петельку вовнутрь и делаем петельку отрезаем нить вот эти вот ниточки потом прячьте там внутри я еще протягиваю через петельки и так давайте приступим к вязанию шнурка отматываем нить приблизительно где-то метр можно чуть больше принципе метра хватает нить которую отмотали держим ближе к себе вяжем начальную петельку нить от кубка держим от себя нитью которую мы отмотали делаем накид нитью от кубка протягиваем снова накид снова протягиваем да кстати здесь я уже крючок поменяла взяла 2 миллиметра крючок чтобы шнурок над более такой получился мягенький и так вяжем до конца в конце потом делаем узелку узелок и прячем нить шнурок вот такой вот шнурочек у меня получился видео шнурка у меня уже есть в предыдущих моих видео я решила здесь все-таки тоже сделать итак давайте мы сейчас пришьем наши вот эти вот все детальки я взяла обычную иголку протягиваем уголку нитку и пришиваем а здесь важно тоже как пришивать складываем вот эту вот нашу подошву ровненько вот так вот не делаем потому что вот вот так вот именно в натяжении так вот мы не делаем потому что у нас около 90 градусов получится мысок наш а нам нужно так вот сложить пополам нашу наше основание от подошвы и вот так вот пришивать видите как я сложила и пришиваем так у нас мыс пинетки получится закругленный мне так больше нравится дальше пришиваем давайте сделаем это самостоятельно пришьем спрячем ниточку так я дошила до конца сейчас мы будем делать узелочки и прятать нить делаем с изнаночной стороны почти с изнаночной узелок можно еще один сделать чтобы наверняка так и протягиваем нить вовнутрь через петельки теперь нам осталось пришить еще вот этот вот язычок сзади для удобства выворачиваем пинетку и и пришиваем на такие вот стеночки аккуратно и итак мы пришили осталось сделать узелочек и спрятать нить узелочек мы стараемся делать с изнаночной стороны давайте сделаем узелочки спрячем все ниточки и зашнуруем нашу пинетку посмотрим что получилось вот такой вот кедик у нас получился нам осталось связать еще один а можно вязать одновременно я думаю у вас все получилось если где-то остались вопросы спрашиваете спасибо что вязали вместе со мной ставьте лайк чтобы не потерять это видео и подписывайтесь на мой канал всем до скорой встречи пока пока